Меня зовут Антон Шалеев, я работаю в мастерамском офисе Atlassian в технической поддержке. Возможно, с многими из вас по вопросам Confluence или Bitbucket мы когда-то сталкивались. Сегодня я хочу рассказать о том, как мы отслеживаем проблемы, которые возникают с нашими продуктами, как мы это делаем в нашей технической поддержке. И те данные, которые мы передаем из технической поддержки в разработку, в продуктовый менеджмент, на основе которых будут в дальнейшем приняты решения по тому, как перераспорядить ресурсы на багфиксинг, на имплементацию новых фич и подобные вопросы. Для начала пару слов о себе. Я работаю в Atlassian с 2015 года. Первые два года я занимался Confluence и Crowd. То есть Crowd я полноценно начал заниматься в 2016 году. И в 2017 году, в сентябре, я перешел в группу DevTools. Соответственно, в данный момент я занимаюсь Bitbucket сервер и Data Center. И буквально месяц знаком с Fishy Crucible. Итак, план на сегодня следующий. Для начала расскажу, как мы собираем статистику, что такое симптомы, что такое компоненты. Дальше представлю список из топ-10 симптомов. И потом более подробно о компонентах. Итак, как же мы анализируем суппорт кейсы в нашей техподдержке? Мы используем два типа статистики. Первая – это статистика по симптомам. Симптом – это когда вы приходите к доктору, вы на что-то жалуетесь. То же самое в техподдержке. Это какая-то первоначальная жалоба. Не работает редактор, не работает PDF-экспорт или PDF-экспорт делается неправильно. То есть на основе этого мы составляем статистику по проблемам, которые возникают у заказчиков и как они выявляются вживую. После того, как работа над суппорт кейсом завершена, определяется причина root cause. И, соответственно, эта причина относится к определенному компоненту. Для чего мы используем данную систему? В случае больших продуктов, таких как Jira и Confluence, очень трудно иметь экспертов по всему продукту. То есть в каких-то очень глубоких отраслях. Для этого мы разделяем по определенным группам компонентов и на основе них делаем экспертов по определенным областям знаний. То есть, например, если это application links, интеграция между продуктами, или же это работа с базой данных, или же это работа с синхронии или редактором. Итак, топ-10 симптомов, с которыми обращаются к нам клиенты Confluence. Как ни странно, это звучит самое большое количество проблем за последние 6 месяцев. То есть статистика, на основе которой я построил презентацию, это за последние 6 месяцев. Больше всего проблем возникало с макросами. Макросы совершенно различные. То есть это могут быть предоставлены с помощью плагинов от marketplace вендора, или же это встроенные макросы в Confluence. Дальше это, конечно же, редактор. С введением синхронии в Confluence 6 проблем было довольно много. И если посмотреть статистику с даты релиза Confluence 6, то, конечно же, редактор будет на самом верху. Проблемы с приложениями к страницам. Проблемы чисто административные вопросы. Обновление интеграции с атласиновскими продуктами. И, соответственно, по инсталляции самое меньшее количество вопросов из данного топ-10. Итак, теперь более подробное о компонентах. То есть после того, как мы получили список симптомов, мы решили проблему и на основе этого составили статистику компонентов. Больше всего проблем возникает именно с базами данных. То есть за последние 6 месяцев это более 5% всех суппортообращений было непосредственно по базам данных. Среди них я представил 3 наиболее часто возникающих. Среди малых заказчиков это реально сродни эпидемии использования H2 встроенной базы данных. И проблемы возникают не только из-за того, что они ее используют, а проблемы возникают именно когда что-то случилось с файловой системой или сервер выключился. Эту базу данных очень трудно восстановить. Вторая очень часто возникающая проблема. И дальше по презентации я покажу, что многие другие компоненты имеют эту проблему в своей области. это гибкость MySQL. То есть MySQL очень гибкое решение, очень популярное, но за любую гибкость необходимо платить. И в этом случае, так как Confluence это продукт, который работает с текстом, строковые функции для конвертации, например, uppercase, lowercase или же другие инструменты, работаем с текстом, они требуют более строгую работу с кодировками и с коллейшн, с сортировкой в базе данных. И, например, очень часто возникают, когда отдельные столбцы в MySQL имеют другую кодировку или коллейшн, или же, например, отдельные таблицы. Самое проблематичное это то, что эти проблемы не всегда видны после инсталляции. Как, например, в случае Oracle, невыданные права, они создадут проблемы на стадии инсталляции, в то время как MySQL может создать проблемы на фазе XML-бэкапа или же непосредственно уже в работе, когда прошло несколько лет после внедрения Confluence. В отношении Oracle проблемы тоже возникают в большинстве случаев во время миграции или во время XML-бэкапа. То есть отсутствие полного списка permission, то есть разрешений на создание секвенсов, на создание триггеров, они выявляются в основном на стадии восстановления из бэкапа или же на стадии создания бэкапа. В случае миграции между базами данных очень часто мы наблюдаем установку на неподдерживаемые платформы. В данном случае хочу сделать одно замечание. Отсутствие конкретной базы данных или конкретной платформы в наших поддерживаемых платформах не означает, что Confluence или другой продукт Atlassian не запустится на этой платформе. Это означает, что мы не гарантируем, что все функции будут работать корректно. И это означает, что мы не проводили тестирование с этим продуктом. То есть в случае Confluence, это, например, может быть MariaDB, в случае Bitbucket это могут быть облачные платформы Azure. Несмотря на то, что есть заказчики, которые берут на себя полную ответственность, используя наши продукты на этих решениях, это все равно достаточная доля риска и достаточно большой шанс попасть в неподдерживаемую область, где техническая поддержка и даже с использованием ресурсов наших разработчиков мы не сможем помочь. Другая проблема с миграцией, когда используются либо очень новые, либо очень старые версии драйверов или самих баз данных. Например, миграция между Oracle 10 или Oracle 12. В некоторых случаях используются какие-то сторонние решения без использования прямой поддержки Oracle, например, и это вызывает целый букет проблем. Проблема в этом случае, что это лежит, опять же, вне сферы поддержки Atlassian, это уже поддержка баз данных, где у нас нет достаточного объема знаний, который мог бы помочь решить проблему от начала до конца. Следующее довольно популярное, и я примерно могу предположить, что каждый присутствующий здесь сталкивался во время миграции с Confluence 6, это сетевые проблемы в основном с синхроной и SSL. Проблемы с синхроной возникают из-за того, что когда был первый релиз с Confluence 6, концепт работы синхроны на серверной установке был не до конца понятен. То есть есть проблемы с пониманием, и очень часто в наших тикетах мы вынуждены объяснять, как работает синхронно. И что если есть проблемы на любом из этих участков, то есть это неправильно настроенный реверс прокси, или же проблемы сетевые, то редактор не запустится, и все решение будет под угрозой. Да, среди этих проблем очень большое количество проблем с использованием реверс прокси, именно с его конфигурацией. С версии 6.0 до версии 6.12, которая сейчас актуальна, наши разработчики проделали огромную работу над тем, как сделать синхроны более умной и выдавать более ясные ошибки, которые помогли бы определить, все равно случаются некоторые проблемы, и проблемы случаются иногда с неподдерживаемой версией прокси, или же проблемы с поддержкой веб-сокетов, например, в случае Microsoft iOS, потому что настройка сокетов там не сильно тривиальная. То есть в данный момент существует всего два вида конфигурации с реверс прокси. Это через использование синхроны прокси на том же контейнере, или же это непосредственно соединение через веб-сокет к самому процессу синхроны. Узкий набор проблем с SSL это использование внутрикорпоративных сертификейт авторити, когда используется какой-то сертификейт авторити для какой-то одной большой компании, и в принципе внутри компании он воспринимается как публичный сертификейт авторити. Хотя в Java, который поставляется с нашими продуктами, соответственно, в TrustStory данные сертификаты и данная цепочка сертификатов, которая является второй по частоте проблемой, не импортирована. И это требует дополнительных усилий и дополнительных знаний, как это сделать. И, соответственно, если настройка ведется не на стороне reverse proxy, то есть не делается SSL-termination на стороне reverse proxy, а делается на стороне Tomcat, нужно знать, как сконфигурить KeyStore и CISerts, где будет храниться сертификат, которому приложение доверяет, и, соответственно, сертификат, и приватный ключ, который использует. Да, данные проблемы где-то чуть менее 5%. Другая большая область – это LDAP. Это вопросы, связанные с поддержкой различных версий LDAP и проблемы с вопросами вообще-то о типах директорий. То есть мы поддерживаем два типа директорий. Во-первых, crowd embedded – это плагин, который занимается работой с пользователями во всех продуктах Atlassian. По-моему, с полгода назад даже бамбу. То есть существует два типа подключения. Это коннектор, когда Confluence собирает полную область поиска и делает кэш на файловой системе, потом конвертирует его в базу данных и потом делает только запросы на изменения, то есть инкрементальное обновление по заданному интервару. Или делегированная директория, которая используется в случае, например, очень больших корпораций, когда требуется синхронизировать тысячи или миллионы записей. Когда в случае делегированной директории все перенаправляется на сторону директории при каждом логине пользователя. Дальше это фильтры. Как построить этот фильтр, как ограничить область поиска. Например, особенность member of, что в Active Directory она используется. Member of будет искать только в одну степень вложенности и нужно знать, как искать глубже. И, соответственно, построение, производительность рекурсивных запросов. То есть синхронизация будет вестись достаточно медленно, если ваш LDAP или в данном случае Active Directory отвечает достаточно медленно. То есть это и сетевая компонента и непосредственно производительность на стороне LDAP. Проблемы синхронизации. Наиболее часто встречающиеся это проблемы конфигурации домена в случае мультидоменного поиска, если в настройках коннектора указан follow referrals. То есть в этом случае конфлюенс будет делать запрос по всему лесу, то есть по всей доменной области, по всей директории. И если есть проблема с каким-то доменом, конкретно с DNS, то это вызовет проблемы с синхронизацией. То есть синхронизация может заканчиваться с ошибкой. В данном случае есть некоторая особенность, что инкрементальная синхронизация может закончиться с ошибкой, но в логах вы все равно увидите, что success. То есть только на полной синхронизации ошибки с follow referrals будут видны. Дубликаты были до последнего времени. Я не видел проблем с дубликатами после конфлюенс 6, то есть после апгрейдов. В более ранних версиях, когда были апгрейды на конфлюенс 6 с предыдущих версий, было очень часто проблемы из-за предыдущих багов или же из-за некорректной миграции базы данных. Были проблемы с дубликатами пользователей. Дальше проблемы с Java. Это out of memory в случае использования больших файлов. В большей части случаев это именно проблемы с компонентом в конфлюенс, который готовит превью для файлов или же непосредственно с подгрузкой приложений к страницам. Ну и общие вопросы по производительности Java, производительности самого серверного продукта. В случае производительности серверного продукта есть некоторые особенности, что, опять же, область нашей помощи тоже достаточно ограничена. И для какого-то более тонкого тюнинга мы иногда рекомендуем пользоваться услугами непосредственно консультантов на местах или же партнеров. И да, данные проблемы занимают чуть более 3% от всех. Вопросы по обновлению довольно простые. По сути, в основном, это миграции с каких-то старых версий или же, например, заказчик, который пользовался конфлюенс достаточно давно, так как лицензия в случае серверного продукта не имеет даты истечения, только поддержка. То есть, например, заказчик покупает новую лицензию после 3 лет. И, соответственно, проблема с миграцией, как провести обновление. И достаточно большой вопрос по тому, как правильно мигрировать на дата-центр. И, соответственно, по дата-центру изначально с конфлюенс 6 архитектура была такая, когда внутри самого же кластера была всего лишь одна нода синхронии, которая работала на весь кластер. Вместе с конфлюенс 6.12 мы позволяем создавать целый кластер синхронии. На самом деле я не помню лично никаких проблем с производительностью именно синхронии, что синхронии был перегружен и требовался кластер. То есть, если у вас были такие случаи, я буду рад вас выслушать и обсудить эти вопросы. То есть, это где-то около 3% наших задач. Менее 3% это плагины. В основном при апгрейде некоторые плагины становятся несовместимыми, то есть, они по умолчанию сейчас деактивируются. Или же, например, некоторые плагины использовались в старых версиях, они были бесплатные, а в новой версии, совместимой с современными версиями конфлюенс, они стали платными. Интеграции это со сторонними системами. Иногда я видел даже такие странные интеграции, когда интегрировали конфлюенс с SAP. Да, то есть возникают такие вопросы, но это достаточная редкость. Проблемы с генерацией PDF довольно часто я вижу. В основном я слышал это лично, когда выступал здесь на юзер-группах в Москве, в Питере. Проблемы возникают с нелатинскими языками в основном. Это вопросы, как правильно сконфигурировать CSS для экспорта. Или же проблемы, например, на некоторых старых версиях Red Hat не отсутствует определенная библиотека. Проблемы с офис-коннектором, что на некоторых терминальных версиях Windows это не работало. Опять же проблемы с прокси SSL, когда используется офис-коннектор с некоторыми файлами. Но это где-то 2,5% от всех тикетов. Uplinks, то есть это интеграция между конфлюенс и другими продуктами, наиболее интенсивно с Jira, это либо, опять же, проблемы, связанные с некорректной конфигурацией SSL, или же неустановленным реверс-прокси, неправильно настроенным реверс-прокси, или же это различные проблемы с OAuth. В основном случаются при миграции баз данных, когда, например, был сделан клон, который подключился к продакшену и перезаписал данные с другой продуктивной инсталляцией конфлюенса, например. Или же, например, бывали проблемы с багами в старых версиях, когда невозможно было удалить Application Link через веб-интерфейс и приходилось удалять это через базу данных. Проблемы с Space Import, Space Export примерно это то же самое, что и с базами данных, то есть они очень тесно связаны. В большинстве случаев это, опять же, либо несовместимость схем со старыми версиями, либо проблемы с различными версиями базовых данных, либо проблемы с Oracle. С Oracle, например, я сталкивался с проблемой, когда был баг в определенной версии драйвера, то есть баг в определенной версии драйвера Oracle наложился на версию нашей имплементации хранилища для плагинов, хранилища данных для плагинов. И, соответственно, при восстановлении из XML-бэкапа все последовательности в базе данных просто терялись. То есть восстановление из бэкапа было абсолютно бесполезным и даже, наоборот, более… оно ухудшало ситуацию. То есть если вы используете XML-бэкап с Confluence, настоятельно рекомендую не доверять сделанным бэкапам и постоянно их проверять. Потому что любое изменение, любой апгрейд базы данных может нарушить практически всю бэкап-стратегию. И закончить свою презентацию я хотел одной небольшой вещью. За последние шесть месяцев мы обнаружили, что около шести процентов закончились с Customer Disengage. То есть на определенном этапе заказчик перестал отвечать в тикет. В данном случае мы делаем, как сказать, делаем оповещение два раза и после двух раз он, соответственно, тикет закрывается. Почему я хочу уделить особое внимание в конце своей презентации? Потому что для нас это в некотором роде потерянная статистика. То есть мы не можем определить, к какому продуктовому компоненту это относилось. И такой большой процент он влияет на то, что приоритеты, которые мы принесем нашим разработчикам, они могут быть недостаточно точны. Поэтому я очень хотел бы попросить вас, если даже проблема была решена вами самими до того, как техподдержка от Ласина помогла вам, обязательно сообщите, что это было и подтвердите, что тикет можно закрыть. Это даст нам очень важный фидбэк, на основе которого мы сможем исправить эту статистику. Собственно, это все. Спасибо вам за внимание. И я готов ответить на ваши вопросы. Спасибо, Антон. Вот просто интересно, сами в техподдержке вы пользуетесь комьюнити сайтом? Да, довольно интенсивно. То есть, так как вы знаете, недавно все пользователи с стартовой лицензии были перенесены на комьюнити. И это в некотором... То есть использование комьюнити для нас было довольно большим, как сказать, довольно большим шагом, что мы стали находить множество вопросов, ответов на вопросы, которые до этого нам приходилось как-то искать самим в интернете, то есть через другие сайты. То есть комьюнити очень важно. Кстати, хотел бы добавить один момент к моей презентации, что те проценты, которые были указаны в левом нижнем углу слайдов, среди них я буквально за день до прибытия сегодня я получил статистику, что с разбивкой тем, как это было решено. От 60 до 70 процентов проблем было решено с использованием нашей базы знаний, то есть с помощью knowledge base, которая доступна на confluence.atlassian.com. После этого идет как раз именно комьюнити. То есть вопросы на комьюнити, они помогают нам понять, как наши заказчики используют продукты. И, например, многие вопросы по лучшим практикам, best practice, или по тому, как какие-нибудь бизнес-примеры. Потому что, несмотря на то, что у нас все равно есть канал общения с заказчиками, мы все равно не можем предоставить всего разнообразия best practice от всего сообщества заказчиков. То есть комьюнити позволяет ответить эти вопросы гораздо чаще. То есть мы в данном случае просто перенаправим заказчика на комьюнити, то есть если ответ уже есть, мы предоставим. И, например, если у вас есть вопросы по тому, как лучше использовать, лучше его задать на комьюнити. Потому что в данном случае отвечаем там и мы, как инженеры поддержки, и наши разработчики, и, соответственно, все сообщество. Да, здравствуйте. У меня вот такой вопрос. У вас же есть поддержка и клаудных версий, и, соответственно, серверных версий. Да. Да, и вот по моему опыту поддержка клаудных версий, она вообще классная. То есть я сколько ни обращался, она реально решается в течение нескольких дней все вопросы. Постоянно идет общение, а вот про серверную такую не скажешь. И вот вообще анализировали. Я не знаю, может быть, это просто мой опыт такой, может быть, на самом деле все не так, но мне кажется, что надо, наверное, что-то проанализировать и серверной поддержкой тоже что-то поменять. Потому что вот серверную поддержку иногда хочется действительно бросить тикет и больше там ничего не делать. Да, есть такое наблюдение, но этому есть довольно простое объяснение. В случае облака практически все инсталляции стандартизированы и у нас есть административный доступ к любому инстансу. То есть именно поэтому вы можете видеть, что сейчас в Confluence Cloud поиск гораздо лучше, потому что там используется Elasticsearch, в то время как в Confluence сервер используется старый тип поиска. Или же, например, новая версия Jira сначала выходит в облаке и пока вот в данный момент у меня нет данных, когда это будет в серверной версии. Серверные версии, сложность поддержки серверных версий, что структура инсталляций очень различная. То есть, например, мне, работая над тикетом, мне каждый раз приходится переключать свой контекст очень сильно. То есть в одном случае это был Apache, MySQL и что-то еще, а в другом случае это будет Windows сервер с SQL сервером, и это требует моих знаний как в той области, так и в другой области. Соответственно, очень трудно обучиться всем возможным конфигурациям. И в то же время мы не можем урезать количество поддерживаемых платформ. Потому что, например, в случае облака все инсталляции стандартизированы под Postgres. В случае серверной версии мы не можем урезать это только до Postgres, потому что это, например, исключит некоторых клиентов, у которых сертификация только под Microsoft SQL Server, например, государственные заказчики во многих странах. То есть в этом случае серверная поддержка реально более сложная и, как сказать, конечно, это звучит не дюже хорошо, но нужно давать скидку на это. То есть но в этом случае, но в случае серверной поддержки большинство наших статей на нашей Knowledge Base они про серверные версии. То есть почему я прошу не пропадать из тикета, а предоставить ответ, сказать, как это было решено, даже если не с нашей помощью. Потому что это позволит нам создать новую статью в нашей базе знаний и позволит расширить наши знания. То есть это, как сказать, в случае серверной это общение в две стороны. В то время, как в случае облака это наш сервис, предоставленный заказчику. То есть это в случае сервера это что-то B2B, в случае облака это бизнес to customer. Антон, такой вопрос. Когда планируется поддержка Postgres 10 для серверных версий? Какого продукта именно? Вот официально, насколько я знаю, ни один из продуктов десятку не поддерживает. Да, это так. При этом версия драйвера она во всех продуктах, кроме Jira, уже поддерживает десятку тихим образом. А Jira по-прежнему 9.6 это максимальный. И в догонку следующий вопрос. Правильно я понимаю, что внутри Atlassian вы используете для разработки и тестирования Postgres и дальше уже портирования на другие платформы? Для разработки да, используется Postgres. для тестирования мы, соответственно, обязаны тестировать все поддерживаемые платформы. То есть я бы не сказал, что тестируется Postgres. В отношении Postgres больше всего знаний именно потому, что облачная платформа на Postgres. Можно еще раз повторить вопрос первый? Первый вопрос. Когда планируется поддержка Postgres 10? Postgres 10 как сказать сам по себе довольно большой релиз и поддержка… То есть во-первых в Atlassian почему Jira отличается от других продуктов, потому что другие продукты используют Hibernate, в то время как Jira использует свое решение для абстракции в базе данных. Именно поэтому поддержка баз данных в Jira будет всегда немного отличаться от поддержки… Всегда, не всегда, но в ближайшее время она будет отличаться от Confluence, Bitbucket и Bamboo. Насколько знаю… По поводу Confluence не могу ничего сказать. По поводу Bitbucket я могу сказать, что будет поддержка в следующем Major Release, то есть Bitbucket 6. Здравствуйте, Антон. Подскажите, планирует ли Atlassian на предоставление в будущем поставку Jira в виде applies, то есть в виде Helm чартов либо декоризированных каких-то вариантов, то есть не готовых к Kubernetes, а это бы упростило, как мне кажется, многие проблемы, с которыми приходится сталкиваться ваши поддержки с разнородной инфраструктурой у клиентов. Да, спасибо за вопрос. Вопросы по поддержке Helm чартов возникают и единственное, что я сейчас могу сказать, что единственное, что я знаю, это то, что да, рассматриваются подобные варианты, но у меня нет никаких данных по поводу каких-то определенных дат, или будут ли они, или нет. Имеет смысл действительно предоставление в случае appliances, но это тоже определенный риск, что, например, в случае HipChat он представлялся в виде виртуальной машины из-за того, что конфигурация самого серверного продукта была достаточно сложной. Это тоже порождало некоторые проблемы с поддержкой, что заказчик не может внедрить это в его инфраструктуру, то есть инфраструктура стандартизирована под определенные решения, и это решение может быть неподдержим. И это тоже означает значительное использование ресурсов с нашей стороны, что мы должны следить за новыми релизами того же Kubernetes, тех же облачных решений, и своевременно предоставлять обновления. Сейчас мы поддерживаем, например, CloudFormation и образы для Azure. Но даже в случае того же CloudFormation у нас очень часто возникают вопросы по поводу того, когда мы предоставим поддержку для последних версий апплайенсов. И тестирование этих решений тоже занимает достаточно большое время, поэтому любые значительные изменения стараются привязываться к большим релизам, то есть со сменой всей инфраструктуры. А смена всей инфраструктуры влечет за себя проблемы с совместимостью плагинов, и это создает проблемы для вендоров с маркетплейса. Антон, такой, может быть, прямолинейный глупый вопрос. Смотрите, вы жаловите на стандартизацию, но почему у вас нет официальных докер-контейнеров, чтобы они у всех были одинаковые? Это решило бы кучу проблем, потому что приходится пользоваться полуофициальными контейнерами, которые все наверное на докер-хабе видят и все ими прекрасно пользуются. У нас есть официальные докер-контейнеры. Да, не для всех решений. Но я имею в виду, что почему нельзя вот так прям? Ну, предоставление… 100% уверен, что используется готовый контейнер, необходимые версии базы данных с необходимыми коннекторами, необходимые модули собрали бы, поддержка стала бы проще, быстрее. Опять же, мы вынуждены балансировать между гибкостью и стандартизацией, то есть по сути поддержка докер-контейнеров это поддержка еще одного вида релиза, то есть который требует экспертов по докеру, как поддержки, так и в разработке и требует дополнительного тестирования, потому что даже в случае докера установка возникают некоторые проблемы, с которыми мы вынуждены работать в поддержке, то есть очень часто я это вижу как в конфлюенс, так и в битбакет. Спасибо, Антон, продолжая, вопрос про скорость ответа, скорость реакции облачной поддержки и серверной поддержки, вот, ну, допустим, в слаке вообще нету там сервера, то есть они просто живут целиком в облаке, вот в атласе я вижу тенденцию к тому, что сначала там разделение кодовой базы, потом дальше уже разделение продуктовых команд продуктологов, вот скажи изнутри вот есть ли какие-то планы или какие-то там мнения, как дальше будут развиваться серверные и дата-центр продукта? По поводу серверных и дата-центров продуктов в первую очередь, что дата-центр является приоритетом несомненно, и потому что дата-центр решения они нацелены на больших заказчиков, на интерпрайз команды и в большинстве случаев они не могут перейти на облачное решение или же переход на облачное решение для них означает, что мы должны предоставить какой-то новый сегмент нашего облака, специализированный под их запросы, потому что есть достаточно большие заказчики, у которых собственно чуть ли не свои дата-центры под наши продукты. Соответственно дата-центр продукты будут развиваться несомненно, и скорее всего мы постараемся предоставить максимальное количество предустановленных образов, как в случае докер, в случае AWS, Azure и прочих клауд провайдеров, и в случае сервера сервер остается большой частью бизнеса Atlassian, и в ближайшем будущем я не вижу каких-то проблем с использованием серверных версий, хотя действительно по-моему на позапрошлом саммите, когда была объявлена стратегия cloud first, то есть стратегия cloud first это не означает, что мы будем делать только облако и забрасывать серверные продукты. Нет. Это будет означать, что, например, какие-то новые парадигмы, новые крутые фичи будут сначала использоваться в облаке и только потом выжившие из них будут мигрировать на серверные и дата-центры решения. То есть серверные и дата-центры решения они по сути на заказчиков с довольно медленным циклом обновления, для которых установил, работает и слава богу. То есть, например, если продолжаешь, что сужение поддерживаемых версий баз данных, меньше фич, чтобы не ломать какую-нибудь обратную совместимость, такое замораживание или остановка развития такого не планируется? Уменьшать количество поддерживаемых платформ абсолютно точно не планируется. то есть те платформы, которые сейчас поддерживаются, они будут поддерживаемы. Да, возможно, заметили, что новые версии, например, Postgres 10 занимают чуть больше времени, но это по сути проблема уровня стратегии, это чисто качество продукта, потому что на самом деле можно тот же консульс установить на Postgres 10 сейчас. Другой вопрос, будет ли все работать корректно, то есть мы не гарантируем сейчас это, и мы не хотим брать на себя риск, что кто-нибудь из заказчиков в какой-то критический момент, год спустя того, как он установил и купил лицензию, не сможет делать какую-то важную часть его бизнеса, и, соответственно, это будет просто потерянный клиент. То есть еще в отношении серверных и дата-центров продуктов, в отношении Jira и Confluence сейчас можно увидеть, что появляются интерпрайз-релизы. Особенность интерпрайз-релиза это бэкпортирование багов из более новых версий. в данные релизы, но без каких-то существенных изменений на уровне API или на уровне инфраструктуры самого продукта. То есть ваши кастомные плагины не будут сломаны этим. В отношении релизов продуктов тоже мы перешли на более стабильные, более планируемые релизы. То есть несмотря на то, что у вас нет публичного родмэпа, в принципе есть какой-то определенный релиз цикл и его можно заметить, если смотреть на релиз notes, что некоторые продукты такие как Confluence, например, он выходит по-моему раз в два месяца и Bitbucket выходит раз по-моему в шесть недель. То есть конечно задержки могут быть в отношении определенных багов, но обычно релиз цикл более стабилизирован. В отношении облака соответственно там уже все по-другому. Спасибо. Спасибо. к сожалению, не знаю. Я поддерживаю серверные дата-центр продукты. Это лучше обратиться в облачную поддержку и узнать это. Антон, у меня два небольших вопроса. Есть ли статистика приводили к проблемам, с которыми вы сталкиваетесь, которые распространены? Есть ли разница в процентах между этими запросами по регионам? В частности, возьмем Россия и не Россия. Соотношение этих запросов. Россия запросов таких максимальное количество. Это о определенных вещах говорит. Либо таких. Или это в принципе везде одинаково? К сожалению, у меня нет такой статистики. Ее, возможно, можно собрать, но, опять же, у нас, когда вы создаете тикет в поддержку, там определяется только тайм-зона. То есть не определяется и страна. То есть мы пока в поддержке не ввели статистики о том, как, то есть из какой страны приходит. С другой стороны, это тоже не совсем точная статистика будет, потому что в тех же Соединенных Штатах очень много компаний, которые делают аутсорс поддержки своих систем в Индию. То есть Индия будет значительно искажать статистику, что эта статистика будет на самом деле для компаний, которые в Соединенных Штатах, а не для компаний, которые в Индии. В отношении Confluence, например, чисто из личного опыта есть наблюдение, что проблемы из-за кириллицы существуют. Это проблема больше по использованию национальных символов или нет. То есть в отношении Confluence это проблема с кириллицей, с китайским алфавитом или же, например, с умляутами в немецком, но возникают они в основном, опять же, как я показывал из-за проблем с конфигурацией базы данных. Понятно. И еще один вопрос это по поводу апдейтов. То есть я же понимаю так, наверное, статистику не знаю, но большое количество таких инсталляций до 10 пользователей, которые у нас такие маленькие команды по 10 пользователю. Ну да, они стоят 10 долларов. То есть есть ли какая статистика, допустим, какое их количество устанавливается и сколько их потом в дальнейшем апдейтится, либо они просто таки умирают? С точки зрения техподдержки, начиная с, по-моему, с прошлого или с этого года они поддерживаются через комьюнити. То есть до этого они были в рамках обычной поддержки. Какую-то определенную статистику или личный опыт к сожалению не могу принести, потому что для нас, то есть когда создается тикет в техподдержку, для нас мы не спрашиваем, а насколько большая ваша инсталляция, то есть сколько у вас пользователей, сколько у вас всего, мы не приоритизируем на основе этого. Мы приоритизировали на основе того, насколько большая проблема. То есть если у команды из 10 человек не работает Confluence или Bamboo или Bitbucket, для них это тоже большая проблема, их бизнес остановился. То есть не важен размер бизнеса, когда проблема критическая. Любой бизнес останавливается и смерть малого бизнеса, который может через 20 лет вырасти во что-то большое, это тоже для нас потеря такая же, как проблема на каком-то большом бизнесе. Сейчас есть разделение на несколько уровней поддержки, то есть например команды из 10 человек, они поддерживают с комьюнити, которым участвуют и инженеры поддержки, которые работают специфично с комьюнити. Есть средний сегмент, с которым работают инженеры, он называется Select Support, и есть сегмент, то есть Select Support может запросить для приоритетных, то есть это следующая область поддержки, когда критические тикеты поддерживаются старшими инженерами, и есть Premier Support, когда непосредственно работа с командой, команды с одной стороны и с другой стороны знают друг друга и взаимодействуют, то есть в этом смысле есть сейчас различия. Все, спасибо, Антон, большое. Спасибо вам. Да.